Хочу призвать всех специалистов для того, чтобы обсудить тему относительно качества КНАУФ. На нашем объекте мы работали шпаклевкой унифлот и лента бумажная от КНАУФ. Сейчас покажу, что у нас произошло. Вот потолки такой формы. Вот у нас по периметру потолок треснул. Обратите внимание, вот она трещина, видно. И самое что главное, здесь бумага. Вот она бумага. Я ее просто вырвал здесь уже. Вот она. Вот. И она сквозь бумагу, вот эта трещина вылезла. Вот она видно, трещина. Вот вопрос, почему это произошло. Вот видно, как унифлот лопнул. То есть говорят, что не надо армировать, если унифлотом работаешь. Вот здесь два слоя он пройден, унифлот. Видно трещина на лицо. Вот так что есть, конечно, определенные моменты, почему это могло произойти. Вот если кто не верит, я сейчас дальше всковырну, что это действительно лента. Держится хорошо. У меня в прошлом видео есть, я ссылочку оставлю, как раз это место, запомните, вот этот угол тупой, вот ниша. Там наглядно видно, что это место проклеено лентой. И вот эта трещина, она вылезла прям сквозь ленту, то есть прорвала ленту. Вот эта трещина. Вот. Ну почему-то здесь закончилась. То есть дальше не пошла. Вот именно вот это место оказалось самым, самым уязвимым. Ну я не говорю про периметр. Периметр это другой разговор. То есть самое интересное, что она прорвало саму бумажную ленту. Вот у меня возникает вопрос, почему это произошло. То есть держит ли эта бумага трещину, нужно ли ее клеить. Если клеить, то в каких случаях. Вот. Что скажет специалист по технологиям КНАУФ. Прошу откликнуться, как говорится, пояснить данную ситуацию. Почему это могло произойти. Вот. И на самом ли деле можно унифлот делать без армирования, как здесь написано. То есть когда работаешь унифлотом, он считается супер прочным. Что написано, что не обязательно армировать. А мы здесь даже армировали бумажной лентой. И все равно у нас лопнула вместе с унифлотом бумажная лента. Такое небольшое видео. Хотелось бы узнать ваше мнение. Вот. У меня есть некоторые мысли на эту тему. Но я немного в другом ролике постараюсь обобщить этот вопрос. Хотелось еще ваше мнение узнать, чтобы не спешить с выводами. Вот. На этом все. Пишите в комментариях. Будет интересно узнать ваше мнение. До новых встреч. До встречи. До встречи.